всем привет сегодня у нас будет небольшое видео коротенько о многострадальной посылке это redmi 4x я его покупал еще в конце октября в начале ноября я раскрою мне расскажу историю параллельно в общем посылка отправили ее gearbest видите сейчас она пришла в обычном пакете видно сразу что простой пакетик вот отправили ее почты сингапура gearbest покупал его за 109.99 этот 32 гигабайтная версия redmi 4x вот покупал его по акции правили якобы у трек дали быстро все в порядке но он шел-шел и где-то пропал то есть в один прекрасный момент он просто перестал трекаться до 3 32 гигабайта все запаяно запаковано все отлично redmi 4x и так я ждал ждал потом перестала трекаться посылка просто ну как она перестала но по-моему вообще особо и не трекалась вот и потом было сообщение о том что отправителя просят связаться с почтой и я написал об этом gearbest gearbest написал все в порядке ждите вот 60 дней не прошло 60 дней пройдет если не получите напишите ну 60 дней проходила прошло 2 января 18 года я им написал ребята так и так я жду свой телефон его нету и где он и они мне ответили что друг поскольку ты не взял страховку мы вернем тебе 50 процентов ну как бы я им написал это об этой истории я в чате писал в нашем чате канала telegram я написал ребят ну не на вашу страховку наплевать абсолютно где мой телефон они мне пишут что друг ты такой ценный ценный покупатель мы тебе вернем полностью стоимость товара я им пишу ребят не надо мне стоимость товара мне нужен этот товар потому что сейчас этот телефон 32 гигабайтная версия стоит около 136 долларов то есть зачем если я покупал за 110 да то есть разница в 25 долларов зачем мне эти деньги если мне действительно нужен был этот телефон вот ну в итоге они написали что окей мы там извините ошиблись я написал еще что дайте мне адекватного менеджера потому что ну что-то неадекватно происходит ну и в итоге как бы они мне написали что все окей извините мы там дико извиняемся мы вам отправляем новые и подождите еще немножко и все будет отлично с виду все хорошо но красиво выглядит конечно вот черный цвет он такой черный с каким-то таким синим оттенком вот я не знаю камера передаст или нет но вот так он черный а вот так если свет падает под углом такой немножко синевой отдает вот но очень круто конечно так давайте сразу снимем пленочку защитную проверим все ли в порядке на стеклом два стекла уже пришло вот я и чехол пришел на него и стекла пришли на него вот а его все не было и не было наверное я зря отклеил потому что нужно было отклеить перед тем как заклеить стекло ну уж ладно раз отклеил ну и давайте посмотрим что дальше пока это у нас распаковка потому что на этот телефон уже миллион обзоров есть и смысла от еще одного и до обзора моего никакого не вижу инструкция на английском вот так она выглядит ридми 4x но основные кнопочки и так далее вот можно вставить micro sd либо наносим микросим 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 вот то есть место второй симки можно вставить карту памяти по моему поддерживать 128 гигабайт вот далее у нас скрепочка шнурочек зарядки микро юсби юсби обычный такой и сама зарядочка зарядочка евро вот это вот уже радует потому что уже по надоели немного зарядки которые с переходниками уже в принципе окупил сетевой уже и все там скоро настрою себя что можно будет и китайский втыкать напрямую зарядники но все же это лучше вот 35 ампера выдает но опять вольт 2 ампера включим и посмотрим работает ли он присматриваемся битых пикселей по моему нет здесь все хорошо по поводу прошивки я не советую обсуждали на вновь чате да то есть и все советуют и не только я алекс хекс привет тебе вот тоже сделал замечание что лучше не прошивать сразу то есть обновление сразу не получать лучше попробовать поработать на текущей прошивки какая стоит и уже после того если все в порядке тогда уже обновляться на милой 9 вот потому что здесь вот стоит милой 8 это глобальная версия то есть ее по сути шить не надо ну а второй just a cat товарищ наш из телеграм чата советуют не накатывать обновление оставить уже глобальную прошивку с нуля так сказать вот поэтому мы сейчас запустим я поиграю с телефоном и потом уже буду его перепрошивать когда пойму что все в порядке никаких глюков здесь нет вот давайте выберем русский язык если мы долистаем до него когда-нибудь так я пропустил мой старый redmi 3s вот а redmi 4x это якобы типа новая ну так немножко улучшенная версия redmi 3s вот они визуально почти похожи единственно что у меня серебристого цвета здесь черный он покрасивее черный значительно спереди у нас идет с закруглением стекло то есть у redmi 3s она про ровная а здесь идет такой закруглением динамики здесь снизу решеточки здесь у нас нету этого ну круто круто то есть в в основном ну они реально очень похожи по корпусу нет здесь корпус немножко визуально тоньше вот я пользуюсь сейчас основной мой телефон redmi 3s и на смену ему я и покупал redmi 4x но потом так получилось что я заказал новый телефон он идет уже скоро мы на него посмотрим redmi 4x будет как запасной вот но выглядит конечно очень мне все нравится экран целый глюков никаких не замечено то есть ну повезло я думаю надеюсь что телефон проживет долго потому что столько мучений три месяца шел ну очень классный все спасибо магазину хоть и долго хоть и такие небольшие неприятности были но в целом я очень доволен покупкой приобретением своим заодно сразу прицепил стекло вот такое вот стекло покупал его на гербесте было уже у нас в обзорах вот она не подходит для телефона потому что вот такая вот рамочка потому что экран закруглен смартфона а стекло идет ровное и поэтому получается такая воздушная рамка вокруг вокруг смартфона поэтому вот такой вот стекло для redmi 4x лучше не брать вот она реально не подходит нужно посмотреть какой-нибудь 2d стекляка 2 и 5d которая закруглением экрана потому что здесь экран закруглен пока его снимаем убираем вот будем пока без стекла как то так спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок